Эль продакшн представляет новый художественный фильм конфета, это моя жесть окей, друзья, всем привет с вами конфета нет, с вами Сержа Лука и у нас сегодня очередная версия вот этот шарик, конечно, меня отвлекает я его сделаю совсем поменьше я буду катастрофически сегодня вытянутое лицо на хорошее лицо и посмотреть не страшно нахлобучить итак, что мы видим мы видим, что королевский сундук у нас 6 из 10, это значит, что нам надо еще 4 4 где-то нам надо найти и взять значит, колода у меня сегодня рыцарь, валькирия шар, уэдма жесть обожаю шарик огненный шар стрелы ордоминьонов мушкетер из этой колоды мы сейчас будем рвать не знаю что или кому себе или другим давайте посмотрим как она у нас себя сегодня проявит что ты от того железного бирога заберешь надо взять я его, кстати, прикупил за 1000 злотых вообще копил, копил полгода копил шутка я копил всего лишь пару дней окей, давайте мы сначала запустим валькирию с топориком чтобы она немножко покружилась в танце против нас танец смерти очень серьезный пассажир против нас вот этот на коньячке кинокритик, да? кинокритик дракончик давайте чуть музыки озвучка добавлю именно с игрового не будет громко оно практически вообще не громко давайте шарик туда же запустим и вот этого снайпера ух ты е смотри какой чувак с яйцами бежит он очень опасно он прыгает и короче делает бабах траффет не комментируешь я плачу мы сделаем баба опасно товарищ очень опасно дед сережа вот скажите дед сережа да раз у вас там бабах делает сколько приблизительно у тебя процент побед на поражение на поражение да это вообще статистическая доступна да ну по идее да вот так на скидку ну я бы наверное сказал 70-30 70 ну если у меня сейчас уже там какой там приближаюсь к седьмому уровню как ты думаешь через побед а неплохо но я все у нас красив относится летная игра к тем где неважно что ты там проигрываешь много ты все равно потихонечку просто медленно ползешь медленно но ты ползешь да то есть нет такого да что ты проигрываешь и все ты там уходишь задний может ну хотя есть такие которые типа зашли играют но непонятно короче как они играют непонятно у них просто время на улетазе меньше их мама ругает и они поэтому могут зайти там 5 минут 10 жесть у меня 80 этих баллов осталось пипец у меня сейчас любой чпок и меня короче накрывает хоть даже стрелы прилетят мне уже будет гоплык стрелы прилетели мне не гоплык прикинь ну он он черепа поставил и мне и мне все равно гоплык спасибо хорошая зона уйдет эта дурость когда ты во время стрима так играешь у меня такая же я не знаю вот я пока камеру не включил у меня все четенько все четенько в елочку все нормально а тут прям какая-то прям какая-то засада наш спонсор это холидеус это его композиция играет очень очень приятно да я думаю что надо надо мне наверное какого-то железного подащила где его купил и куда он делся дровосека вот этого надо себе взять большую пеку или маленькую какую думаешь большую размерами значения запомни это навсегда урон 510 но главная опытность как ты им пользуешься здоровье 2600 здоровье это очень важно молодежь давайте прекращайте курить бухать давайте вот если будете курить и бухать даже самый огромный не будет работать были случаи в истории когда отказывался на неподходящий момент ой-ой-ой у нас тут что-то кто-то активировался прилетели ну ничего сейчас мос немножко успокоим вашу активность если мои гуси долетели гуси мои гуси он тоже интересный против меня играет он поставил ведьму за своим зданием я не могу до нее дотянуться получается и она оттуда немножко стреляет и она оттуда шмаляет да во-первых скелет во-первых скелетов она ко мне подсылает а во-вторых магию оттуда шмаляет меня я не могу еще кроме 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 огня и она была одной из самых выгодных стратегий в клэш оф клэнс в базе строителя билдер бейс получается их этих ведьм кидали с краю зала несколько штук они пока доходили до базы не столько скелетов уже посылали с ними потом научились бороться во-первых немножечко ослабили сами администратора во-вторых им стали в углы ставить мины понял чтобы они сразу подрывались на каждого прошаренного есть другой они стараются постоянно вносить балансы сколько играж еще на 100 год да а потому что ну я до этого играл играл и потом я ее ну снес я помню задал этот вопрос просто не помню на него ответ по твоему мнению учитывая теми кем ты играл и теми кто на тебя нападал да вот как ты думаешь какой все-таки самый мощный здесь игрок вот прям вот он явно выделяется что сам на тупой я заметил когда на тебя атакуют очень хорошо прогреваются вот этими гигантами я скажу что против этих гигантов тоже есть лекарства но дело в том что у меня нету этих скелетов поэтому мне оно как бы не особо тут я заметил такую тему что оно хорошо в комплексе не когда поодиночке идет какое-то и все потому что поодиночке ты можешь против него выставить кого угодно и он его остановит вот а когда ух ты когда посылаешь гиганта и чтобы его не замочили очень быстро скелеты кого с ним в придачу лучше посыл победил еще раз когда посылаешь большого стального гиганта его легко замочат скелеты вот кого ему в довесах лучше пускать чтобы он скелет вот эти немножечко не так быстро но хорошо маленький этот бомбер идет он подходит издалека как бы кидает бомбочку это бомбочка сразу все расчищает либо дракона сверху вешаешь дракон уже кашляет огня сколько драконов подыграли в смысле видов а ну есть дракон baby дракон нет есть вот этот зеленый дракон называется дракон вот это baby dragon наверное потом есть второй орда миньонов а это миньоны я ее сейчас держу потому что она мне более актуальна хотя надо посмотреть просто по характеристикам 64 144 а у этого 110 880 а че им не играли слушай я сейчас слушаю этот трек и думаю что он неплохо подошел знаешь какую игру ассасин скрипт какая ассасин скрипт не слышал такую еще фильм типа короче убийца лазит по древним городам забавный фильм даже есть такой и что лазит ну это проходил короче да ты играешь убийцей которая там делает быстро атаки в основном ближнем бою всех играешь да ну ты якобы хороший короче против плохих ты якобы хороший убийца да ну что мало хороших убийц что вот это кстати разговор о войне да что когда война короче ты все равно должен убивать когда на тебя напали ты защищаешь свою страну да и свою семью то есть ты получается что хороший убийца глубокий левосонский вопрос да очень глубокий глубочайший да ну что хорошо что сейчас как происходит да что такое ну блин да я могу этот кинул огненный шар в пустоту просто потому что он оттуда убежал из того места еще вот я отвлекаюсь на стрим короче все эти движения нет нет я пока не хочу не знаю может быть почему я не хочу почему я не хочу может тебе комфортно сейчас в этом кстати какой меня как бы сильно не напрягает потому что там надо будет следить порядками короче получается быть в клане какие бонусы там никаких бонусов я не знаю так а 2 на 2 да так я и так ну потому что например в вашем клане полезность быть в хорошем клане еще в том что тебе могут подкрепление поставить нарушу здесь нет здесь единственное что когда ты в клане находишься ты можешь попросить карту и ты можешь с кем-то поделиться как бы поддержку и как часто ну раз день ну такое да ну очень много школьников и они как бы я им уже неоднократно писал типа типа хотите прокачаться делитесь картами там много у вас мало это не важно вообще просто делитесь потому что если вы будете делиться то вы будете сидеть постоянно в этой самой короче у меня какая-то колода слабенькая подожди если они будут делиться картами они когда делятся дело в том что когда делишься картами кому-то помогаешь тебе за это дается и опытность и денежкой и даже можно иногда такую фишку устраивать типа ты у меня просишь допустим там мушкетера я тебе отдал ну я там чемодан открываю мне выпадает я тебе отдаю мушкетеров потом я короче захожу я прошу мушкетеров ты мне возвращаешь тех же мушкетеров то есть гонять туда-сюда одни и те же карты и за этом зарабатывать и бонусы и очки и очки и бонусы а почему так все тогда не делают потому что до этого надо допетрить серьезно да то есть это и все ну наверное нет такого что не попадает тем мушкетер когда сидишь дешево полдня ну можешь сидеть ну так можно попросить и отдать допустим что-нибудь другое вон у меня целая куча всяких карт которые я не знаю куда сбагрить а меняться можно там на восьмом уровне кажется у меня сейчас только к седьмому я подбираюсь то есть условно там открываешь какую-то типа биржу и идешь и меняешься ну хорошо ну что ж друзья спасибо большое что смотрели нас получили может быть надеюсь хоть какую-то полезную информацию за 15 минут стрима да да но главное постоянно делать каждый день и вдруг что-то интересное вдруг что-то интересное да будет кстати там по-моему у тебя на сундуках просмотры начинают как типа заработать сундуки типа поделюсь секретами при открытии как будто бы мне показалось как получить в сундуке ну да наверное это один из актуальных запросов то что заходите и смотрите там есть у меня записи я там делюсь секретами сундучных дел ну там мне доиграть надо будет бой вот так оставлю в неведении в неведении моих этих моих двух человек которые зашли посмотрели ты что как же так они же должны увидеть как я проиграю правильно давайте птички летите 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 птички я вас сейчас всех стрелами проворными пальчиками щупал ягодицы у Детцова такая репутация к нему не подкопаться не стоит даже париться так где тебя так накрыло это песня для целовек были люди в наше время не то что нынешнее племя читали рэп не вы плохая им досталась доля немногие вернулись с поля когда в нато не божья воля не видели Москвы были схватки боевые договорят еще какие недаром помнит вся Россия про день бородина да богатыря она парит не идет на богатыря а потом что-то такое короче вонзил в него орудие и там два раза провернул не было такого в тексте он забыл орланулся из последних сил спасибо мы играли два на два было отлично да о кстати королевский сундук хотел выключить ну ладно покажу так и быть мы только разошлись под конец так золото носки бродяги это было секретное оружие носки бродяги а ты получается кидаешь его на лицо врага да он задыхается просто сразу да так какие-то скелеты у меня уже сто штук скелета носки бродяги могут конкурировать только с носками моего брата который возвращался с тренировки с тренажерки печка если кто не знает носки моего брата гигантский скелет ой я помню сам не вообще на самом деле шутки шутками но самые ядерные носки которые я чувствовал в своей жизни это у Миши это у Миши тугая можете вконтакте его найти и сказать ему привет от меня Миша Тугай из Симферопада он получается напишите ему напишите ему что его носки самые ядерные в мире его носки до сих пор помнят его помнят носки весь гарнизон вот он получается не будем утащать какой он с футбола приходил каждый раз когда на приставку играть к Жене или ко мне вся квартира угорала просто угорала носки вообще жесть запах был ужасный запах дело в том что знаешь почему хоть он и менял носки каждый раз но знаешь когда футбольная обувь не стирается никогда и летом потеется в нее миллион потов сходит и он ее ни разу не мыл и какие бы он носки новые не одел естественно после получаса они впитаются в все эти центра центровые носки это жесть да и у Кеды я делаю с носками я не забуду никогда причем это на первом месте по воне носков а вообще из всей вони который он в жизни чувствовал а носки Мишя на третьем месте а на первом месте по воне который чувствовал в своей жизни на втором месте кстати Дарьян в Тайланде практически сюда а на первом месте на первом месте это шкуропатова передержи шкуропатова сергей детский канал какие носки я кстати поздравляю нам дали новый уровень седьмой башни короля башни принцесс у нас прокачиваются запахов вы не учуствуете никогда это все равно что не то что кто-то сдох это кто-то съел что-то сдохшая сам сдох и получается когда это лежало еще где-то месяц на жаре я надеюсь этого не слышно ничего такого за вас был среди же и пука это значит внутри там что-то происходило опасно я не знаю как у нее сейчас остались эти какие нет но маша еще жива значит они должны уйти явно привыкла не знаю может они уже отбила запах эти рецепторы носу у нас такая музыка инфектора да блин вот это севшая батарейка так не вовремя вылезло сообщение ты даст им завершить пока это возможно а то потом не сохранится потом мы это будет невозможно что но если ты его сядет и она не сохранится будет печально настолько шутили вот это вот и зря столько шутили и прямо в лицо давай давай злись бобет меня так забавляют когда злые бобры короче это это называется по принципу из россии с любовью улыбаясь вертушки бухаммед алину вы знаете какое слово пропустил про ели что-то да это цензура короче не позволяем не сказать слишком полностью так ну давай что-то кидаешь отсюда ну давай мы тебя поддержку драконов ух ты он железного рыцаря поставил но он железный рыцарь он сразу эту товарищ ведьма он ее короче потушил не сразу не плечает нациях сергей певец еще тут молодец то тут напряжение такое ты шо тапки рвутся аж я не знаю что тебе комментируйте у нас тут очень серьезного развязка блин две пеки бегут это маленькие есть еще большая пека может быть я думаю маленькую взять она меньше маны требуют но они были бы все-таки бесполезные абсолютно если бы там не было вот этих вот эликсира страсти и волшебника потому что в принципе они очень уязвимые и достаточно легко сбить блин и они не летят хорошо что конец боя потому что мы бы не вытянули против этого соперника серьезно хорошо да давайте давайте поставим на паузу чем закончится наша дружба вы узнаете следующей серии может быть а